В эфире OU Radio. Здравствуйте, у нас такая тишина в студии, как будто мы не общались до этого вообще. Вот это всегда отличает радио, кстати, что в любой момент может включиться камера. И мы просто продолжаем предыдущий разговор. Сколько я понял из обрывков пока, да, поскольку вы в гостях в хабе сегодня и в студии OU Radio. Вы ведущая? Я ведущая нашего университетского телевидения. В будущем мечтаю, конечно, работать уже на каких-нибудь наших региональных каналах, но это, знаете, как детская фантазия переросла во взрослую. И вот сейчас делаю первые шаги к осуществлению мечты, так сказать. Окей, а вы пришли с какими-то вопросами еще ко мне или к команде радио? У меня есть к вам пару вопросов по поводу вашего хаба, потому что, честно, ну, когда заходишь сюда, вот чувствуется такая атмосфера достаточно приятная и достаточно творческая, что, знаете, вот у вас есть девиз, да, развиваться, двигаться, делать, и сразу хочется развиваться, двигаться, делать. Большое вам спасибо за то, что вы делаете такие вещи. Хочется поподробнее узнать о вашем хабе, как вообще появилась такая идея создать это. Как я понимаю, он существует с 2014 года, но наверняка идея появилась намного раньше. Вы помните тот день, когда у вас вот мелькнуло в голове, я хочу сделать место, где молодежь будет развиваться и так далее. Ну, смотрите, несколько поправок. Хотя вопросов было несколько. Помнили этот день? Нет, не помню уже. И это не 2014 год. Гораздо раньше, лет 18 подряд данный проект существует, меняя название, формы и даже страны. С 2014 года он оформлен в городе Днепре под названием iCorkingHub. По поводу молодежи. Ну, молодежь тут такая, что до 85 смело, можете увидеть. Процентов 30, люди 40+. Понятно, что молодежь не про возраст для нас. И про девиз еще один момент. Это такое вольное прочтение девизов, потому что на самом деле у нас все просто. Be Genius с девизом-то. Be Genius. То есть изначально в этот хаб, если бы мы могли представить такой девайс, который на входе бы пропускал тех, у кого есть хотя бы потенциально способность создать гениальный продукт, и не пропускал бы тех, кто просто нормальный человек, который хочет жить счастливо и бродить по планете, то вот сюда попадали бы те, кто хотя бы потенциально гений. То есть это выдающиеся люди в потенциале или выдающиеся люди уже сегодня? Например, спикеры часто, которые выступают на нашей сцене, это больше уже 50% от людей, которые состоялись в своей индустрии. Однозначно гениями я их назвать не могу, потому что это определит поколение, наверное, и другое. Пару поколений нужно, чтобы прошло после смерти человека. Но то, что это люди выдающиеся, и это то, что люди исключительно талантливые, и то, что люди исключительно профессиональные в сразу нескольких отраслях, вот это то, что хаб удалось создать. Поэтому бродивиз — это be genius, а уже здесь, понятно, есть развивайся и так далее. Я бы не упрощал, это очень сложная история, не просто выявить в себе этот талант, гораздо сложнее вообще-то ему следовать, и еще намного сложнее найти среду, в которой ты этот талант сможешь развивать не несколько месяцев, а несколько десятилетий, потому что может потребоваться лет 30 для того, чтобы ты создал один единственный продукт, под которым можешь подписаться. Все остальное, извините, это просто университет длиной в 30 лет. И это то, что такое хаб. Инфраструктура, комьюнити, несколько сцен, и радиорубка для нас — это тоже сцена, с которой мы транслируем с вами в онлайн те беседы, которые здесь случаются. Поэтому я очень надеюсь, что вы свой талант выявили, и то, что вы сказали про себя сегодня, для меня, конечно, очень-очень тепло. И хотя этого девайса на входе нет, то, что вы сюда прошли, скорее всего о том, что вы потенциально выдающийся человек. Большое спасибо. А вот вы говорите про гениев. Вы их находите или, скорее, они вас находят? Как у вас происходит вот это знакомство между собой? Говорю, сложная история. Столько параметров, по которым можно выделить человек перед тобой, гениальный или нет. Ну, я говорю, потенциально гениальный или нет. Основное, то, что мы уже проверили, в заданную единицу времени каждый из нас, каждый из живущих людей делает разные вещи, разные по качеству и по глубине, в заданную единицу времени. То есть если мы возьмем час человека выдающегося, талантливого, конкретный час, даже любой час его дня, и посмотрим, что он за этот час сделал, мы видим, что он посвятил практически 100% времени своему призванию. Мы видим, что в его часе есть процесс обучения, он конкретно обучился чему-то, и мы увидим точно, что в этот час он прошел на шаг. Еще он создал чуть больше. У человека обычного час может проходить совершенно иначе. Он может быть просто посвящен серфу в сети интернет. То есть человек потребляет информацию не для обучения, а для проведения этого часа. Ну и остальное – это посередине между первой картинкой и второй. Поэтому мы смотрим, насколько конкретная единица времени у каждого из наших гостей, клиентов, партнеров, членов нашей команды, насколько этот час глубок, и насколько он вообще-то посвящен его таланту, вот этому предназначению, которое выявлено. Знаете, да, многих талантливых певцов или ораторов, которые почему-то работают менеджерами среднего звена или уходят в IT, потому что там выше зарплата и прочее, откладывая на потом свое дело, да. Хотя, конечно, я их могу понять, но, скорее всего, им нечего делать в хабе. Хаб просто не сможет им помочь. Есть инфраструктура для тех, кто выявил талант, и следует именно ему. Всем остальным, скорее всего, мы будем чужие. А вот, смотрите, в одном из интервью вы говорили, что украинцы — это люди мира, потому что они улетают за границу, и это, я думаю, совершенно для современного человека ничего удивительного, потому что для любого из нас, если откроется перспектива уехать за границу, на работу, человек это сделает. Тем более вот сейчас современная молодежь, она рвется, но при этом все-таки есть наша страна, и у нас есть места, где можно развиваться, и что можно развивать. Как вы вообще относитесь к этому? К тому, что люди уезжают, бросая, так сказать, на произвол родные города, и вот продолжают развиваться уже в других странах. Мы говорим про людей каких? Ты этих, этих или те, кто посередине? Ну, про тех, у кого не только есть возможность уехать, но есть возможность там работать, зарабатывать, потому что это человек, который думает. По своему предназначению? Да. Так, тогда все просто. Если человек точно следует своему предназначению, родился украинцем, вовремя понял, где находится та группа менторов в мире, у которыми нужно встретиться, у которых нужно обучиться, иногда целые университеты, Гарвард, Оксфорд, давайте крупные имена вспомним, просто сосредоточены в конкретных одних городах и странах, что не означает, что украинцу нельзя там учиться, потому что ему нужно поднимать свою страну. Наоборот, я за то, чтобы максимально быстро и качественно набрать экспертизу, чтобы твое имя зазвучало. С этого момента ты обладаешь очень простым ресурсом, кроме имени. Ты обладаешь образованием, на которое только ты имеешь право собирать образованную команду, а следовательно, ты можешь в своей стране уже с этого момента помогать, создавая продукт, даже физически не находясь в Украине, если этого бизнес не требует непосредственно. Бизнес, дело, социально важное предприятие, что бы мы ни назвали, дело, да, когда мы говорим о гениях. Пример Сингапура. Что сделали люди, ту систему, которую я предлагаю Украине очень внимательно изучить. За 10 лет Сингапур из отсталой страны, даже не третьего, а четвертого мира, выходит в топ-3 лучших в мире стран по экономике и образованию. Каким образом? За 10 лет невозможно перестроить систему образования в одной стране. Невозможно. Ты можешь привлечь инвестиции? Да. Каким образом они поступили? Они взяли и выявили самых талантливых людей, сингапурцев, молодых. Деньги, которые привлекло правительство новое, они вложили в этих студентов, чтобы они могли обучиться не в Сингапуре, а в лучших университетах мира. То есть они спонсировали и гарантовали обучение сингапурцев в лучших университетах мира. Через 5 лет они получили несколько тысяч высокообразованных сингапурцев, которые вернулись в страну. И с удовольствием, и естественно, тогда за 10 лет все получилось. Тогда реформа удалась. А вкладывать те же самые деньги в реформацию, даже в данном случае гос, например, украинских вузов, ну не получится за 10 лет. То есть ты вкладываешь, получается, не в людей, а в инфраструктуру, в ректораты, проректораты, в общем, в какие-то странные истории, которые требуют 50-60 лет. И то, простите меня, уважаемые ректоры многих-многих университетов, но, скорее всего, нужно уволить абсолютно всех под корень и устроить новый кастинг всего административно-образовательного состава. Причем после того, как люди, которые хотят заниматься администрированием образования в стране, получат таковую профессию в лучшем университете мира. Когда мне Гаверский университет подтвердит, что ректор, например, Горного получил соответствующее образование, имеет право управлять крупным образовательным учреждением, я думаю, что с Горным будет гораздо все лучше, реформы там начнутся. Но, конечно, дело не только в ректоре. Это же огромное количество людей, это сотни, сотни, сотни. Переквалификация внутри этой страны невозможна. Нет среды, нет тому, кто учить. Поэтому, еще разок, люди мира — это про то, что активно и быстро путешествуем, если мы проактивно и действительно хотим достигнуть результата. Набираем, 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 и этим помогаем Украине. И все прекрасно. Вы тоже упомянули, что изначально хаб был не только в Днепре, он начинал даже за границей и по разным городам. Сейчас в Украине много наподобия мест, где и в Ивано-Франковске, и в Одессе, по-моему, в Киеве есть места, где тоже есть такие хабы для людей, которые хотят развиваться, становиться лучше. У вас никогда не было идей сделать именно свой хаб сетью? Хотя бы по Днепровской области открывать небольшие такие места в городах Украины, маленьких, больших, но именно распространять их по Украине. Полгода об этом думал, а потом решил, что это не требуется. Перед этим поправочку быстро сделаю. Мне хочется, чтобы вы поняли, как работает Coworking Hub все-таки. Это место, куда люди приходят, владельцы своего бизнеса, своего бизнеса. и достигают своих результатов. Мы можем с ними не поговорить за месяц ни словом, потому что каждый из нас занят своим делом. Но при этом мы сосуществуем в одном пространстве, пьем кофе из средних чашек и видим друг друга глазами. Но через месяц может происходить воркшоп, на котором мы будем вместе принимать участие. То есть я бы все-таки не назвал хабом место, куда люди приходят, чтобы развиться. Они приходят, чтобы делать свое дело, в процессе которого они развиваются тоже акценты чуть-чуть. Это место для бизнесменов. То, что он еще и cultural hub, конечно, да. По поводу сети. Сеть театров не вижу возможности сделать. Так же не вижу, я именно об этом думал. Невозможно штамповать. Оно будет каждый раз самостоятельный продукт. И судя по тому, что получается сейчас, мне нужно физически находиться в каждом из этих мест. Поэтому я думаю, что масштабировать сами хабы смысла нет. Но есть смысл масштабировать отдельные проекты, которые в хабе рождаются. Рождаются в коллаборации разных-разных команд. Это возможно. Вот, например, данное радио – один из экспериментов. Потому что мы хотим масштабировать ряд уроков, которые получили предприниматели, которые сейчас мои друзья, например. Ряд уроков. То есть мы можем масштабировать экспертизу. Это гораздо ценнее и в итоге полезнее для мира. И больше денег приносит каждому из нас. И те, кто говорит, и те, кто слушает. Чем если бы мы открывали хабы в каждом из городов, куда транслируется OU Radio. То есть вопрос построения бизнеса для меня нужна хотя бы одна площадка, где мы физически можем находиться. Ну, нужно. Чтобы не арендовать под каждый наш эфир чужое место. Не получится. А дальше все хорошо. Дальше мы можем масштабировать саму экспертизу. Понимаете? У вас на сайте есть небольшое видео о хабе, где о нем рассказывается. И один из участников, как я понимаю, какого-либо ивента сказал такую вещь. Здесь можно получить самый главный отзыв, самый лучший отзыв. Это негативный отзыв. Как вы думаете, о чем он говорил? Прямо так и сказал. Все честно. Он потому что перед этим получил негативный отзыв. То есть вы сначала критикуйте человека, или если есть за что критиковать. Если есть за что, да. И не я. В данном случае это был один из спикеров краш-теста. Выходил на сцену, презентовал свой бизнес-продукт. Естественно, зал критиковал, что это цель ивента. Спикеру респект, потому что это большая смелость выйти на сцену и получить краш-тест своего бизнеса, своей команды, бизнес-модели и прочее-прочее. Конечно, для него это было очень-очень ценно. В режиме еще и реального времени. Не закулисные диалоги, да, а прямо на сцене. Да, хаб любит подобные ивенты, краш-тесты, да. А если у человека, например, тоже есть идея для своего ивента, он хочет прийти, рассказать что-то свое, провести какой-то мастер-класс из своего дела, проходят ли какие-то кастинги эти люди, или это вот как это происходит? В смысле, может ли любой спикер выступить на этой сцене? Нет. Придется поговорить с командой. У нас в команде не так много людей, которые супер-супер опытные, и мы сразу вычисляем, есть ли спикер, обладатель спикера экспертизы, следует ли он своему предназначению. Но у нас есть два человека таких. Поэтому это не кастинг, но это формат диалога. И если мы видим, что спикер или его ивент токсичен для данного комьюнити, потому что каждый из нас вправе делать то, что он хочет, но данная территория частная, и за его выступление мы будем нести ответственность, в том числе эта репутация уже места. Поэтому мы вправе отказать в выступлении на нашей сцене в мягкой тактичной форме чаще всего. Хочется еще лично для себя даже узнать за дизайн вашего хаба, принимали ли вы участие. Как я знаю, у вас есть четыре больших конференц-зала, и каждый из них назван в честь какого-то ученого-деятеля, то есть зал Сильвадора Дали, Леонардо да Винчи, Альберта Эйнштейна и Генри Форда. Расскажите, пожалуйста, чья это была задумка, почему именно эти четыре личности? Это потому что залов не хватает, гениев гораздо больше. Смотрите, исследованные же мной с 2009, я когда очень глубоко начал подгружаться в историю и биографию, исследовано очень-очень много личностей, поэтому всегда приходится выбирать. Я надеюсь, остальные гении не ревнуют, что их именами мы не называем каждый новый зал. Больших залов у нас два, и это да Винчи и Форда. И вот, например, я просто на одном из примеров. Зал Форда, который вот там за нашей спиной сейчас находится, в нем в основном тихо, и даже если в нем проходит ивент, он посвящен обучению, проектированию какого-либо продукта. Напоминает он, у него есть легенда следующая, следующее, напоминает он один из этажей завода Генри Форда, в котором работали проектировщики. Те люди, которые только проектировали когда-либо вышедшие на рынок модели, в частности, модель Т. Это большое количество людей за кульманами, занятые мыслительным процессом и регулярно в течение дня собирающиеся, ну, современное слово, метапы. И в какой-то момент спикер, как и Генри Форд, например, мог войти в этот зал, пригласить к себе, подойти людей, подкинуть на время рабочие места, провести совместное подведение итогов за эту неделю или внести поправки, потому что он им приносит обычно бизнес-модели изменения, как что-то на рынке случилось, что-то изменилось, или он что-то перепридумал. После чего люди возвращаются за свои столы, рабочие работают. То есть исполнен данный зал по функции похоже на то, как работал Генри Форд со своими проектировщиками. Естественно, он современнее. И у каждого из залов, исходя из его функций, есть свои легенды. И предметами, которыми обрастают, цвета, которые там появляются, и даже спикеры и форматы ивентов, которые там проходят, так или иначе связаны с деятельностью данного выдающегося человека. Например, еще появилась перспектива Ломоносова в том месте, где есть желание у наших резидентов новых создать большое количество лабораторий. Там подряд будут несколько лабораторий, заваленные предметами. Поэтому, да, появилась Ломоносова. И так далее. От функции мы исходим, из функции. Дальше мы очень любим универсальных. Все люди, которых вы перечисляли сегодня, именами которых названы залы, обладали как минимум пятью глубокими экспертизами в совершенно разных направлениях. Минимум пятью. До Винчи 16, если не ошибаюсь, Ломоносов гораздо больше, если посчитать количество языков, все которыми он владел. То есть невероятное. И в каждом из этих это не хобби, это не поверхностное, а действительно глубоко. Физик и музыкант на одном высоком уровне. И еще, 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 еще. Писатель, педагог. Стеклодув. Ну вот вы говорите, что собираетесь открывать новый зал. И я так понимаю, впереди вообще очень много новых планов. О чем вот сейчас вы именно думаете? Я так понимаю, ищите инвесторов, инвестиции, а дальше что-то еще больше и больше. Если вы про фандрайзинг, то мы таким образом даем, мы не привлекаем инвестиции, мы двигаемся на собственные деньги, мы заработали и вложили, заработали и вложили. В данном случае. Если говорить о фандрайзинге, мы таким образом позволяем присоединиться к хабу без участия в прибыли, другим активным людям, другим активным бизнесменам. Дело в том, что многие из моих друзей не могут строить хабы в силу того, что у них есть свои бизнесы, но им очень интересно это делать. И мы искали модель, при которой они могли бы проголосовать. В данном случае они голосуют тысячу долларов за три года, чтобы иметь право войти в совещательный чат, где мы можем вместе обсуждать, какие ивенты будут в следующем году значимы для страны. То есть у них появляется право голоса, причастность. Кроме того, они могут с помощью тогда ресурсов хаба собственные запускать ивенты. Так, например, скоро в городе появится лучший в стране фотофорум для профессионалов. То есть возможность делегировать часть задач хабу есть только у клуба фандрайзеров или краудфандеров. Это по поводу инвестиций в хаб. Да, сейчас мы один этаж видим, еще два впереди. Это история строительства в течение трех лет. И таким образом, это самый крупный хаб, эта фраза слишком часто звучала, но я ее повторю снова, в Восточной Европе самый крупный каваркинг хаб. Через три года можете прогуляться по всем трем этажам. Гордо сказать, что вы к этому тоже причастны. Вот сейчас прямо это происходит. Ну и, конечно же, хочется поподробнее узнать про открытый университет. Я даже не буду как-то расписывать вопрос. Хочу вот просто у вас напрямую, что это такое, потому что, как я поняла, это как стодневные курсы. Стодневные курсы, после которых появляются настоящие выпускники, которые где-то уже могут свои знания применять. Как он работает и в чем его задумка? Про задумки книги надо писать, в смысле, долго. Вопросы у вас фото-кенны. Это очень круто, это интересно. Ну, мне же невозможно ответить быстро на них. И все равно придется. Открытый университет, модель древняя. Это фактически уже устойчивое выражение. Спасибо британцам, они это придумали. Изначально возможность обучаться непривилегированным членам общества можно было именно в открытом университете. Если ты не имеешь права учиться или у тебя нет финансов, ты можешь прийти, присоединиться, посидеть на задней скамеечке и получить те же самые знания. Чуть более демократичным сделало образование когда-то в Британии. Спасибо им за этот термин. На сегодняшний день мы знаем много открытых университетов в мире. У нас это Open University от слова Universal. Мы все-таки в модели, в концепции Be Genius повторю, приветствуем универсальных людей, вот к которым Де Винчи относился или Ломоносов относился или Генри Форд. Вот эта способность создать универсального человека, человека, во-первых, мира, во-вторых, универсального, потому что он обладает многими экспертизами, чтобы создать конкретный продукт. Время, помните, да? В этот час он хочет создать как можно больше. Поэтому ему нужно очень много знаний одновременно. Поэтому универсал. И модель 100 дневок, опять же, исходим из того, что у людей, которые у нас учатся, ну, у них очень мало времени, однозначно. У них очень мало времени, они могут получать второе, третье, четвертое, высшее образование, принятое, высшее, образование, там, по 4 года, по 5, неважно. Поэтому все, что они могут, цель на 100 дней ставится. Я хочу через 100 дней получить конкретный результат уже в том деле, в котором я занимаюсь. К этой цели за 100 дней подключается достаточное количество менторов, с определенным количеством экспертизы устраивается, по сути, универсальная программа для данного человека на эти 100 дней. Он на входе декларирует, что он хочет достигнуть. Он собирает в течение первого полмесяца пробует с разными менторами настраивать эту дорожную карту и дальше 2,5 месяца двигается по этой дорожной карте. Лекция за лекцией, воркшоп за воркшопом, задачка за задачкой, включая спортивные тренировки и через 100 дней он фиксирует результат, на сколько процентов он его достиг. Дальше он может брать следующую 100-дневку и двигаться через перерыв или сразу. Так очень удобно. Во-первых, за год ты получаешь три 100-дневки плюс приличный кусок для отдыха, плюс конкретные измеримые вот эти 100 дней легко посчитать, ощутить, они очень быстро пролетают. И в таком темпе люди, которым 30+, учатся лучше всего, люди, которым 20+, я заметил, для них это тоже челлендж часто, они с радостью это используют, а люди, которым 40+, подозреваю, у них вообще нет другого варианта. Вот вообще нет другого варианта. Как только им поставить годичное, полуторагодичное обучение, все это превращается в ой, извините, я в командировке, я, наверное, не могу, я, наверное, не буду. Ну, все это невозможно. Поэтому вот. И модель Open University в данном случае, с одной стороны, мы всем рады, с другой стороны, мы предлагаем достаточно дисциплинированную историю, при которой менторы надо еще проговорить, почему Open. В обычном университете у нас full stack преподавателей. Они работают постоянно, они именно преподают, получают за это оклад, они максимально сосредоточены на каждой своей экспертизе. В случае Open University модель следующая. Если для данного человека, который поставил цель, ему необходимо стеклодовый, что-то сегодня это тема с Благодаря Ломоносу, например, ему нужна эта экспертиза, то этого ментора в университете нет. Обычный университет будет долго искать. В Open University мгновенно найдет практика, привлечет его на данные 100 дней для образовательного процесса, и мы решим вопрос данного конкретного человека в Open University. То есть все вот эти менторы это практики. Они действуют в режиме реального времени в своих профессиях. Open University позволяет их привлечь на данный период времени для решения конкретных задач. Это больше о Open University. А вот 100 дней ежедневно или все-таки с какими-то перерывами день через день проходят вот эти форкшопы, ивенты и все остальное? Вот у них по-разному. Если группа двигается, то да, мы устраиваем как минимум три встречи в неделю, между которыми они занимаются самостоятельно, потому что освоить материалы нужно много, и без самостоятельных задач занятий не получится. Но, как правило, вот есть лектории, как правило, есть воркшоп-практика в неделю. Это такие минимальные системные встречи, которые есть. Если добавляется спорт, спорт ежедневно. И в университете практикуется импровизационный метод. Что это такое? Вот это авторская история тоже 2009-й, год, когда мы сформулировали I-метод или импровизацион метод, которого длинная история, опять ответить кратко. Импровизация это создание произведения в момент его исполнения. Так, если буквально брать определение. Мы что-то создаем в тот момент, когда мы вышли на сцену. Создать мы это можем только если мы обладаем экспертизой. Если я музыкант, я должен очень хорошо владеть инструментом, тогда я могу вам создать произведение, когда вы на меня слушаете. Мне нет возможности записать его заранее, порезать, и потом дать послушать вам. Это не та история. Я импровизирую сегодня, сейчас. То есть, ну, или актер, я вам разыграть какую-то сцену, если вы не кинете тему, я вам должен разыграть на эту тему сцену. Я тоже должен быть очень хорошим актером, чтобы мгновенно и создать вам этот образ. То есть, мы о чем? Импровизатором, когда я начал это исследовать, я понял, могут быть только глубоко экспертные люди, высочайшего уровня профессионалы. Соответственно, метод импровизации позволяет вот этим профессиональным людям, немножко сегодня говорили, когда про университет говорили, вот как им учиться, сложно учиться уже традиционно, приходится что-то изобретать другое. И профессиональный метод тоже помогает включить в свой таймплан годичный, включить обязательные четыре области экспертизы. У меня там есть, если вы смотрели, move, do, develop, relax. То есть, если я возьму свой год, будучи очень занятым человеком, но у меня есть цель, мне все равно нужно растянуть время и больше успеть за этот год. Я ничего выгибнуть не могу, все важно. Я должен растянуть время, действительно. Я должен взять что-то, что касается моего тела, это move. Я должен больше дать дисциплины телу, возможно, тогда я смогу успеть больше, буду чувствовать себя веселее, энергичнее и прочее, прочее. Если просто добавлю определенных тренировок, желательно вид спорта должен мной быть обожаемым. Может быть, их нужно быть несколько, чтобы мне было не скучно, и просто спортзал здесь не подойдет. Подобрать нужно. Для вот такого человека мы сейчас говорим, как ему конкретно применить метод в своей жизни. Берем год, находим вид спорта, занимаемся телом. Раз. Ду. Я должен точно знать, сколько времени в неделю я буду делать то, что я уже умею, то есть импровизировать, создавать произведение. Ду – это про бизнес, ду – это про свое дело. Я использую ранее приобретенные навыки и создаю конкретно. Все, не трогайте меня, я работаю. Девелоп. Я точно должен понимать, что за 100 дней нового я освою. График обучения на год, если тогда 300 дневки. Я планирую этот девелоп. Прописаны конкретно измеримые результаты по своему образованию. Только честно, потому что у меня уже время занято спортом и уже занято время до. Что там осталось? Девелоп. И релакс. Если я не запланирую релакс, то вот эти три вещи, ну, может, год-другой я продержусь, но, скорее всего, я очень сильно подведу сам себя, уж не говоря о команде. То есть, если я не запланирую четверть времени своей жизни на релакс, не запланирую. Не тогда, когда оно уже будет необходимо или тогда, когда меня пригласили друзья, или просто потому, что сегодня вечером устал, дай-ка, я отдохну завтра. Не тогда. Запланировано, и мне хочется спокойно и уверенно отдыхать тогда, когда мне это по плану. Уже как отдыхать, это уже мой вопрос. Но время я на это должен дать. Ну, и понятно, что смарт-люди отдыхают, у них смарт-релакс. Вряд ли Эйнштейн пропускал бутылочку пивка в пабе в то время, когда он хотел отдохнуть. Он отдыхал тоже, либо играл на скрипке, либо вот этот яхтинг бесконечный, когда его вылавливали с этой яхтой отовсюду. Ну, понятно, да? То есть у нас вот эти, на каждый из этих секторов должно быть приблизительно по 25% времени. Тогда получается очень хороший год. Тогда в конце года человек чувствует себя не выжатым лимоном, а... Приятная усталость и желание отдохнуть от того, что ты действительно целый год. уловили суть. Вот это метод. Для тех, кто способен импровизировать, должна быть дисциплина. Мы предложили такой метод. Его испробовали несколько тысяч человек. Всех положительные результаты. Окей. А, и он категорически не подходит обычным людям. Он их ломает, к сожалению. Его тоже использовать можно для проверки. Вот человек выдающийся, следует своему таланту или нет. Вы тоже работаете и живете по этому методу? В значительной степени я еще больше экспериментирую с ним. Еще, возможно, придется переписывать кое-что. Ну, откуда вообще вдохновение на все это? На всю эту работу искать? Отсюда. Ну, вот ты задисциплинированный и у тебя получается, у тебя есть цель, ты достигаешь этого результата иногда больше, чем ты запланирован. Ну, это и дает энергию. Очень было приятно с вами пообщаться, потому что, когда ты разговариваешь с человеком, который многого достиг и на этом не останавливается, а продолжает действовать, достигать новых целей, это действительно вдохновляет и мотивирует тебя на что-то новое, поэтому мне было очень приятно с вами пообщаться и узнать о вашей работе, ну, нельзя сказать секретах, но все-таки пускай это назовем секретах энергии, правильного времяпрепровождения, результативного. Прям тайцзи какой-то секрет энергии. Спасибо, но представляете, называется пригласил в гости, в итоге пара вопросов говорит есть, в итоге сколько мы, минут сорок, да, общались? Больше. Больше. Ну, вот это вот радиоистории, поэтому я буду рад вас видеть здесь снова, приглашайте своих друзей и тех, кто действительно обнаружил свое предназначение, эта студия будет принимать снова и снова. ОЮ Радио People Business Education